и так вообще супер вообще классная тема вот эти вот взаимоотношения музыки для хореографии это вообще такая основа сегодня расскажу основу как бы для меня музыкальности да то есть как бы основа музыкальности и восприятие музыки выражения музыки в танце это вот именно понимать вот эти вот взаимоотношения к музыке и хореографии, как они вообще строятся, из чего, на чем, почему, это очень-очень-очень важно. Мы должны понимать, что музыка и хореография – это два вида искусства, да, два вида искусства, в котором человек как бы себя выражает творчески, таких два фундаментальных, и мы должны уважать и одно, и второе, да, то есть как бы они развиваются параллельно, но очень-очень-очень тесно друг с другом связаны. У нас с вами, если вспомнить, окунуться в историю, да, то у нас целые пласты музыки писались и пишутся именно для танца. Очень часто как бы мы танцоры уже берем готовую музыку, какую-то изначально созданную просто как вид искусства и пытаемся визуализировать движение, то есть сделать ее прямо видимой. То есть мы, если музыка пишется и воспринимается только на слух, мы тот инструмент, который делает музыку видимой, делает ее реальной, воплощает ее в пространстве и во времени, да, то есть мы ее фиксируем таким образом, и это тоже очень красиво. Поэтому у нас отсюда возникает вопрос, да, если это два вида искусства, может ли у нас, поскольку мы понимаем, что музыка может существовать без хореографии, да, а хореография без музыки может существовать? Окей, пока вы там пишете, может быть, не пишете, я не знаю, я вам скажу, что, конечно же, может, да, то есть мы видим иногда это, как это воплощается, да, но как бы я не уверена, что она выигрывает от этого, да, если у нас хореография идет отдельно от музыки, например, есть такие сейчас виды искусства, да, создаются танцы, которые полностью танцуются в тишине, целые спектакли танцуются в тишине, да, 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 есть такой, как бы сейчас такой экспериментальный такой пласт, когда у нас хореография танцуются полностью в тишине, либо под какие-то странные звуки, да, под какие-то специфические шумы, и вот эти вот шумы всяческие, да, все какие-то звуки дополнительно у нас называется конкретная музыка, конкретные звуки, вот, под которые у нас создается хореография или целые даже спектакли, вот, но в основном, в остальном, это как бы такой пласт, направление экспериментальное для меня, то есть мы можем использовать этот инструмент для того, чтобы создать какой-то, изнутри достать некое переживание, сделать какой-то для себя поиск движения, если мы работаем под какие-то определенные звуки, можно для себя искать как вариативность движения, да, то есть пользоваться инструментом этим, как и поиск вариативности движений, вариативности наших реакций на разные звуки, вот, для, очень хорошо, хорошее средство, кстати, танцевание в тишине и под, как бы, под собственное восприятие своего движения, либо под какой-то звук там странный, да, то есть шик, шик, допустим, или там звук проезжающей машины, для понимания пауз. Вот, то есть для понимания пауз очень важен вот этот вот момент танцевания в тишине, поэтому как экспериментальный такой для себя инструмент, очень важно его в себе в копилочку добавить. Но в целом, в целом, как бы два искусств вот этих вот, музыка и хореография, они идут рука об руку, очень тесно помогая друг другу. Вот, итак, если они, как бы, тесно с друг другом идут и очень-очень-очень связаны, то что музыка делает для танцора? Она создает ему основу, структуру для движения. Вот, музыкальный, да, ритмический рисунок дает нам понимание вот этой хореографической фразы, да, вот этой комбинации, которую мы создаем, она нас ориентирует этим. Мы, музыка дает нам понимание, как оформить, да, отдельно, в отдельности каждое движение, да, как создать какую-то фразу. Темп музыки, да, ориентирует нас, как нам вообще создавать наше движение, да, визуализацию. Быстро, медленно, средне, это темп. Паузы в музыке дают возможность там выстроить нам, выделить какие-то акценты, те же музыкальные, либо эмоциональные. Настроение в музыке, да, вот это эмоциональное настроение нам задает восприятие, опять же, выражение эмоциональности и задает динамику, да, то есть изменение настроения музыки создает и диктует нам свою динамику. И в целом вообще сочетание хореографии и музыки создает зрелище такое более эмоциональное, нежели когда у нас музыка отдельная и отдельно хореография, да, то есть то, что мы говорили, восприятие хореографии в тишине в любом случае будет менее эмоционально для зрителя, нежели когда идет она в сочетании с музыкой. И точно так же, когда музыка, да, то есть есть, конечно, у нас натура очень тонкие, структурированные, эмоционально настроенные, да, но в целом, в целом, если мы будем просто слушать музыку, то это тоже для нас имеет чуть-чуть менее воздействия, когда, меньше воздействия, чем когда все это вместе очень красиво совпадает, да, хореографии и музыка идут вместе, вот. И таким образом мы, значит, давайте переходим к форме взаимодействия все-таки, как же у нас взаимодействуют хореография и музыка. Есть на самом деле четыре типа, уже выделенные, проструктурированные, уже описанные, так сказать, в истории, вот. И первый тип у нас называется, странно, около музыки. Первый тип около музыки. Как это, как вы думаете? Ну и пока вы пишете, значит, я скажу, это когда у нас, конечно же, когда у нас музыка и хореография не совпадают. Они у нас не совпадают, живут по ритмическому рисунку каждый сам по себе, по настроению каждый сам по себе, вот. То есть, как бы, когда хореография отдельно, музыка отдельно. Есть такое сочетание. Второй момент у нас, когда на музыку, на музыку. Это когда мы в целом ориентируемся на музыку, да, то есть она нам создаёт настроение, мы ориентируемся на её тональность, мы ориентируемся на её фразы, но мы не ограничиваемся только этим. Третий тип. Это под музыку. Под музыку, да, под музыку. Вот. Это когда мы подчиняем свою хореографию, свой ритмический рисунок полностью о музыке, полностью совпадаем по ритму и по тональности. И четвёртый тип, это у нас идёт в музыку. В музыку. Это когда у нас идёт полное, полное слияние фраз, полное соответствие, подъём звука, соответствует подъём эмоциональности танцора, да, в хореографии. Полное соответствие паузам, всему, всем-всем-всем звукам. Это в музыку. И, конечно же, что у нас, каким образом чаще всего мы у нас реализуемся, исходя из этих четырёх типов, реализуется танец и музыка. Какие три, три, четыре, всем четырём типам или как мы танцуем, выражая свою музыку, визуализируя хореографию свою? Какие варианты? Ага. Ну, конечно же, мы танцуем с вами около музыки, на музыку и под музыку. Потому что в музыку, да, то есть полное совпадение это такой идеал, нет, это такой идеал, да, к которому мы стремимся. И в этом идеале, да, то есть когда мы соответствуем и ему полному музыкальному наполнению, и ритмическому рисунку, и всем акцентам, и всем паузам, это как бы весь идеал. Ну и как бы в этом и нет смысла, потому что сами подумайте, сами подумайте, если как бы вы видите вообще полное соответствие в музыку, да, 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 полное соответствие музыки, пытаемся соответствовать всем акцентам, это называется вытанцовывать, да, то есть мы даже сами себе, друг другу на мастер-классах говорим, что не надо стремиться отработать все акценты, не надо стремиться полностью соответствовать всем инструментам, это выглядит очень странно, да, то есть как бы тогда не видно, да, вот этой разницы, когда для нас нет контрастов, мы не видим полностью всего наполнения, если мы танцуем полностью соответствие, в соответствии слияние с музыкой, но такое бывает, да, то есть есть какое-то небольшое, например, наполнение, когда у нас идет ритм, особенно в наложениях, да, в трайбл, когда мы делаем, когда у нас идет основной ритм, и мы его, например, отрабатываем качалкой, да, какой-то и поэтому... Да, то есть вот какие-то такие у нас есть некоторые моменты, когда мы совпадаем, но полностью соответствовать и стремиться к этому не нужно, в танцевании, в музыку, вот, танцевание под музыку, смотрите, это такое интересное соотношение, когда вот мы структурно подчинены музыке, да, мы создаем как бы хореографию под эту музыку, да, специально, но тем не менее, не ограничиваясь только ей, да, общее настроение создавая, мы можем поменять эту музыку, сохраняя тот же самый ритмический рисунок и получим просто танец, тот же танец под другую музыку, так, например, танцуются всякие классические вещи, типа, типа, я вальса, я не знаю, да, то есть, вот, вальс, полька, какие-то такие штуки, которые, есть определенный ритм, есть определенная структура движений, АТС, опять же, почему бы и нет, да, вот у нас есть АТС, он танцуется под музыку, да, то есть, есть определенный закон ритмического рисунка, и, в принципе, уловив вот этот ритм, да, мы можем танцевать под любую музыку, почему он называется под? Ага, следующее, вот для нас, вот наиболее интересное отношение, это на музыку, и это как раз у нас в нашем стиле проявление tribal fusion, когда мы пытаемся создать, отразить в своем танце уникальность этой музыки, да, то есть, именно мы вглядываемся в уникальность композиции, И, если мы отражаем вот эту вот уникальность, да, и создаем уникальную хореографию, то перестроить уже какую-то под другую композицию нам уже сложно, и вот эти отношения называются на музыку, да, то есть, когда мой танец создан именно на эту композицию, Я стремилась отразить настроение только этой композиции в своей хореографии, пытаясь соответствовать и ей, да, вот это на музыку, и здесь вот уже поменять мне музыку будет гораздо сложнее. Но, опять же, это не точно, да, когда мы создаем какую-то хореографию более-менее универсальную, и мы потом включаем музыку, как говорится, да, любую комбинацию можно станцевать под любую музыку, да, Мы включаем в себе музыку, слушаем ее, и пытаемся нашу хореографию уже подстроить, адаптировать под определенную композицию, и тогда это получается тоже на музыку. Вот, то есть, таким образом, второй момент, да, и первый момент, да, когда мы танцуем около музыки, и вот это вот интересный момент, как бы проявления контрастов, как раз, да, То есть, когда в музыке идет полное несоответствие, в музыке и хореографии идет полное несоответствие друг к другу, когда в музыке может быть унц-унц-унц колбаса, а мы сделали паузу, чтобы ярче, например, отразить следующее движение. Или когда вот мы говорим, что может быть композиция быстрая, а мы там делаем, танцуем медленно, и наоборот, да, когда композиция достаточно средняя, да, мы танцуем супер быстро, вот. Вот это называется у нас около музыки, и здесь может быть еще такое отношение, такой подтипчик около музыки, это поперек музыки, да, Это когда у нас ритм вот этот вот раз-два-три-четыре, да, и мелодия ту-ру-ду-ру-ду, они у нас не совпадают, но в драматургии, да, в обобщенности вот этого образа, да, мы как бы соответствуем, вот. Это все наши сложные музыки, например, в Tribal Fusion, когда они бывают, что меняется, да, какой-то момент, а мы не сразу отражаем ритм, или наоборот, да, мы в каких-то моментах пытаемся затянуться, да, то есть у нас идет пошел уже ритм, а мы еще как бы плаваем в своей пластике, это очень красиво, очень достаточно контрастно смотрится, и прикольно. То есть вот эти вот отношения называются около музыки, и как вы поняли сейчас, около музыки это не ругательство. Да, 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 тенденция ВТС есть, да, стало замечательно, медляки стараются тоже на музыку танцевать, это хорошо, да, 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 вот. И, соответственно, что же у нас такое? Таким образом, у нас тело танцора – это инструмент, то, что делает видимым звук, да, визуализирует звук. Мы рисуем в пространстве вот эту всю мелодию, да, всю эту музыку, передаем настроение таким образом, создаем некую эмоциональность. Мы такой визуальный инструмент для музыки, поэтому это очень, как бы, красивое наше искусство, и очень можно гордиться быть тем, что мы танцоры, вот. Вот таким вот образом, еще разочек, да, повторю, что у нас есть четыре типа. Это первый тип – это у нас танцевание около музыки, и это не ругательство, как мы поняли, да, это когда мы специально танцуем не в соответствии с музыкой, назовем это так. Так, пытаемся таким образом отразить какой-то для себя контраст, привлечь к чему-то внимание, что-то, может быть, акцентировать, каким-то образом выделить, вот. Второй момент – это у нас на музыку, да, когда у нас совпадает и образ, и драматургия, музыки, хореографии, настроение, мы совпадаем с вами по ритму, отражаем полностью все акценты и рисунки. Это у нас на музыку, да, и тогда мы создаем уникальный образ отношений, совпадений музыки и хореографии, вот. И третий вид соотношений – это у нас под музыку, когда у нас танец структурно и ритмически совпадает с музыкой, но, в принципе, мы можем поменять композицию, оставляя, если будет у нас тот же самый ритм в композиции, почему бы и нет, та же самая хореография, может быть, тоже станцована и под это. И четвертый тип идеальной отношений – это у нас в музыку, когда у нас полное-полное соответствие подъемам, спадам, расширению, да, какому-то в музыке, соответствует эмоциональному подъему, спаду и расширению в хореографии. Мы полностью совпадаем по паузам, по всем акцентам, соответственно, конечно же, мы уникальны здесь, но тогда очень часто мы можем впасть в вытанцовывание каждого звука музыки. Поэтому можно этот вид отношений музыки и хореографии в музыку использовать, но не увлекаться им, потому что это может немножечко утомлять и зрителя, и танцора. Это может быть даже немножечко скучнее смотреть, даже чем около музыки вы будете использовать. Иногда даже это будет более скучно. Есть какие-то вопросы по этому? Потому что было по теме. Ну и пока вы пишите вопросы, я просто скажу, что записи эфира, конечно, будет, как обычно, да, и все-таки я все эфиры, наконец-то, уже освободившись от фестиваля Tribal Connection, я выложу. Запись эфира от 4 апреля как раз визуализация движения на музыку, да, визуализация движения в пространстве и во времени, где мы рассматривали как раз различные способы стать интересным, да, для реализации вот этой соответствия музыки и хореографии. Она будет доступна по ссылке на YouTube, вот. Этот эфир тоже сутки повисит и тоже уйдет на YouTube. А вот по взгляду танцора, по взгляду танцора случилось так, что этот эфир у меня куда-то потерялся. И если это будет интересно, то как бы я запущу тогда опрос. Если тема про взгляд танцора будет интересна, то я вот было бы, было бы, наверное, прикольно ее повторить. Вот, поэтому напишите мне, какую форму чаще всего вы используете. Я использую, конечно, контрасты, то есть я использую около музыки, вот, я использую на музыку. Я не использую под музыку, да, то есть когда я только отражаю ритм, это немножечко мне уже неинтересно, только если как в паузы. Но я больше стремлюсь тогда делать паузы, и это опять же получается около музыки. Страдаю частой тягой танцевания в музыку. Да, да, то есть когда мы стремимся вытанцовывать все-все-все звуки, это как раз именно танцевание в музыку. И получается, что мы становимся от этого менее интересными, поэтому просто как бы совет такой и самой себе тоже выдыхать. И выбирать для себя больше, наверное, выбирать разные звуки. И вот здесь вот как раз вот инструмент поиска движения, поиска как бы тренировки реакции на разные звуки был бы интересным, да. То есть вы включаете себе странные звуки всякие, сейчас есть всякие программы для телефонов, да, где просто идет набор инструментов. Вы, например, включаете себе какой-то инструмент и пытаетесь под него подобрать разные реакции в теле, да, то есть разные движения. И это просто накидывает нам очень быстро словарь, и мы приучаемся к быстроте вот этой реакции. Потом мы себе можем добавить какой-то инструмент и уже смотреть, как мы можем поработать и тут, и там, и там. Вот. Привет, Танечка, привет. Вот, и поэтому, конечно, вот это вот вытанцовывание в музыку, из него мы можем уходить, только добавляя себе разную вариативность звуков. Какая активность движения, да, в своем лексическом словаре? Если, как бы, наш лексический словарь достаточно богат, то, конечно, нам будет проще отключиться от вытанцовывания в музыку и уже работать и под музыку, и на музыку, да, и около музыки. Еще раз говорю, что мне, например, как бы работать на музыку, да, когда я разбираю, как вот у нас была в последний раз мастер-класс с Ольгой Меус, она показывала, как она показывает разные звуки телом. То есть мы выбираем какие-то вещи и танцуем это на музыку, и при этом какие-то, например, вещи у меня будут около музыки, да, то есть, например, вставление пауз, да, вот такие вот штуки. Вот. Ну что ж, я желаю нам всем оставаться очень музыкальными, интересными. И таким образом вот разбор, да, соединение четырех типов соотношения хореографии и музыки дает нам возможность еще один инструмент в нашу копилочку танцора, как быть интересным. Как быть интересным, нескучным, разнообразным. Вот. И если вопросов больше нет, то я очень всех люблю. Сделаю запись, создам, выложу все на YouTube. Сейчас пока суточки еще повисит. Если есть еще вопросы, буквально еще секундочку задавайте. То есть мы не стремимся быть в музыку. Стремитесь быть интересными, не стремитесь быть в музыку, стремитесь быть дальше. Продолжение, да, продолжение будет, продолжение, продолжение, ты хочешь посмотреть как? Ты хочешь посмотреть иллюстрацию связок или как это, что ты хочешь? Что ты имеешь в виду под продолжение? Продолжение, рассмотрение музыкальности? Несомненно, как бы сама тема Secret for your own space, она будет продолжаться однозначно. То есть мы будем рассматривать какие-то темы. Вот я их буду выкладывать и следите за эфиром. Понятно, что все, что мы как бы выкладываем, я все время говорю, что смотрите, все, что говорится просто так, это как бы просто теория. Вы ее послушали такие, особенно очень часто у нас мозг наш, он очень умный, он говорит, да-да-да, так все понятно, я что знал. Если такие умные, что ж такие бедные называются, прежде всего, я тоже все время себе так об этом говорю. То есть как бы теория без практики мертва, поэтому все нужно пробовать, да, то есть мы включаем какую-то композицию и смотрим, а как же я действительно чаще всего танцую. Да, то есть определитесь с собой, как вы чаще всего танцуете. Вы танцуете на музыку, под музыку, около музыки или в музыку, да, как вот сейчас вот одна девушка написала, что она танцует все время в музыку, да, стремится отразить все звуки. Что делать, если преподаватель нагружает хорео? Очень опытная группа, идет загрузка сложными движениями, что делать, занимаюсь код. Но тут вот надо посмотреть как раз как бы, то есть что стремится сделать преподаватель, если преподаватель стремится, то есть ради чего идет нагружение вот этого хореографии, да, сложности хореографии. Иногда, например, сложная ритмическая музыка требует как раз простоты движений, простоты хореографии, да, чтобы вот, чтобы отразить свою структуру. Как раз это будет такой контраст между ритмическим рисунком музыки и ритмическим рисунком хореографии. И это может быть очень интересно. А в какие-то, например, простые звуки, например, какую-то очень легкую музыку, да, в какие-то даже паузы, вы можете сделать какой-то сложный элемент, и это будет очень просмотриться очень эффектно. Как раз на том же самом контрасте. Это как раз вот смотреть соответствие ритмического рисунка музыки и хореографии. Если это же делается для того, чтобы польстить собственному эго, но тут как бы, ну, как бы, бывает такое, что мы хотим доказать самим себе и всем окружающим, что мы можем. Ну, вот это уже как бы нужно разбираться с самим собой, с любовью к себе, с пониманием себя. Потому что если, как бы, хореограф адекватен, и он видит, что нагружение как бы сложными всякими движениями и их вариациями, да, идет только во вред, и вся группа такая стоит косая кривая, вот. Хотя можно было просто там сделать, отразить два звука, да, ритмических, и при этом сделать всем чистенько, вот. А то, наверное, просто-напросто нужно включить глаза, я все время говорю, включить глаза и мозг. Потому что, прежде всего, конечно, цель у хореографа должна быть показать не только свою значимость, да, как хореографа здесь, как понимание своей музыки, да, постановки, выражение себя в этот мир. Ну, и сделать так, чтобы группа выглядела красиво, вот. Иначе зачем? Поэтому, как бы, мы все так или иначе страдаем иногда желанием выразиться так, чтобы нас заметили. Но это, опять же, ко внутренней работе и с пониманием. Как научиться слышать ритм, если ученик уникальный, не чувствует ритм. Ну, здесь, как раз, если у тебя это ученик в АТС, то тут, может быть, только как раз проигрывание музыки с сагатами, понимание, прохлопывание, как делается во всех этих хореографиях, где очень важно слышать ритм, да, то есть, как бы, на бальных танцах, на фламенко, на народных, все, что, как бы, это все идет про хлопывание, про просчитывание, протопывание, да, опять же, на разминке я очень часто включаю, да, когда мы включаем какие-то простые ритмы и берем просто, когда простые движения, да, и делаем раз-два, 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 разбирая именно сильную и слабую долю, да, то есть, тум-пум, 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 да, вот. И это просто приучает внутреннему метроному, потому что потом, когда мы уже включаем в АТС, да, игры на сагатах, понимание квадратов, действительно может быть сложно, я понимаю, действительно может быть очень сложно попадать в ритм, считать, может не помочь, да, а вот на разминке, вот это вот, когда просто, да, раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь, да, то есть, и раз-два-три-четыре, раз-два-раз-два, и раз-два-раз-два, вот эти штуки, они могут как раз помочь, они могут просто внутренне незаметненько, очень незаметненько, может все не очень нежные, со своим вот этим ощущением характера внутреннего ребенка, очень нежненько может помочь, как бы, приучить к ощущению ритма, но при этом не задеть внутреннее достоинство человека, потому что если мы его будем тыкать все время, что он глухой, как бы, как бы, ты глухой, ты не слышишь музыку, ты что, ты, как бы, ну, совсем, что ли, тупой, как бы, не понимаешь, вот, понятно, что мы не используем такие выражения, но я бы себя чувствовала именно так, если бы мне постоянно тыкали, это, блин, я самая вообще тупая, здесь стою, блин, все это все понимают, а я-то, как бы, ну, вообще глухая, мне медведь потоптался не только по ушам, но и по всему телу, вот. Должно быть легко и красиво, ну, не совсем, как бы, я, как хореограф могу сказать, что группе не должно быть легко, вот, но, когда мы ставим хореографию, здесь очень важный критерий должен быть такой, что мы должны пользоваться, и это касается и солистов, и группы, что на тот момент, когда мы ставим танец, мы пользуемся той технической базой, которая отработана, потому что эти отработки технической базы, да, вот этот дрилс, вот этот дриллинг, он отдельный, это отдельная тема, отдельная тренировка, на которой мы занимаемся, мешать хореографию, да, постановку танца, и дриллинг абсолютно не нужно, и ставить себе такую задачу, что, например, как бы, у меня еще до номера, там, не знаю, три месяца, да, мы отработаем вот это вот все. Нет, мы можем отработать сочетание каких-то элементов, да, то есть, как бы, один с другим сочетать элементы, какие-то наложения мы можем, как бы, сделать, но если мы до этого не делали это, то очень рискованно, очень рискованно ставить этот элемент в хореографию, скорее всего, не будет так, как хочется, да, то есть, будет сочетание, такие, мем такой получится, ожидание, реальность, вот, и для того, чтобы было красиво, да, нужно пользоваться той технической базой, которая есть. Вот на дриллинге, на дриллинге должно быть очень плохо, то есть, как бы, на дриллинге должны ощущать себя все очень плохо, потому что это тот момент, когда выставляется себе планка, а планка должна быть достаточно высокой. Вот, вот маршируем на месте, теперь попробуем чуть-чуть иначе. Да, круто, да, спасибо. Чуть-чуть, как бы, чуть-чуть, немножко с любовью все время говорю к людям, да, то есть, как бы, танцевать, когда у нас танцуется уже хореография, когда мы протанцуем на тесте импровизацию, танцевать должно быть легко, приятно и красиво, потому что иначе нафига. А весь пот, кровь и прочее, это должно быть на общей физической подготовке танцора, потому что тело должно быть очень хорошо подготовленным, растянутым и сильным, потому что это прокачка, да, это прокачка героя, прокачка, как бы, я все время сравниваю это с телефоном, да, то есть мы можем получить себе кнопочный телефон, либо можем прокачать себя до, не знаю, последних андроидов, айфонов, вот, и это только задача своей внутренней вот настройки, да, то есть должно быть сильное растянутое тело, подготовленное, и тогда уже можно играть, господу богу, на этом инструменте просто, ну, шикарно. Вот, и танцы, сами танцы должны быть реализованы достаточно легко в группе, а вот на дриллинге, на отработке элементов, когда мы нарабатываем ту техническую базу, с которой мы будем уже ставить, и с которой будет выходить номер, вот на ней должно быть плохо. И, ну, это, как к этому должны все относиться достаточно легко и с пониманием, что здесь, вот здесь как раз можно себе поплакать, чуть-чуть говорить себе, о, да, и здесь я не могу, и здесь еще как бы нет, а вот здесь уже хорошо. Вот, это как бы разные просто пласты. Ну что ж, если у нас вопросов больше нет, то я была очень рада всех увидеть. Большое всем спасибо, запись эфира будет, все будет выложено. Всем спасибо, я очень рада. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok